так добрый вечер представлюсь андрей воробьев директор координационного центра доменов р.р.ф. поговорим сегодня о доменах так по крайней мере поставили задачу до рассказать о том что такое домен как у нас в россии устроена система регистрации доменных имен и самое главное вот те рекомендации которые мы как регистратура домена и соответственно те наши аккредитованный регистратор которые ближе к пользователям даем нашим клиентам чтобы вам наверное было тоже понятно что клиент регистраторов это же ваши клиенты потому что понятно что домен это по сути средства индивидуализации сетевого ресурса как мы его называем в россии очень популярны национальные доменные зоны для нас это хорошо за рубежом национальные домены ну скажем так в разных странах по-разному европа может этим похвастаться соединенные штаты свою национальную доменные зоны us вообще особо не воспринимают они если вообще обычного пользователя спросить они считают что домен ком это их национальный домен а кстати говоря также думают очень многие пользователи канады и мы были буквально вот на в прошлом месяце на конференции совета европейских регистратур доменов верхнего уровня и там была канада как ассоциированный члену центра и они рассказывали о своей рекламной кампании такой очень агрессивный где собственно суть рекламной кампании была направлена на то что если ты регистрируешь домены в зоне ком то ты не патриот своей страны показали видеоролики они были такие достаточно провокационные то есть там вот все что связано было с доменом ком это все было осуществляло собой какой-то такой абсолютную глупость некомпетентность в выборе доменных имен а вот если ты выбираешь . к канадскую дату это и абсолютно прав у нас как в свое время сказал один высокопоставленный сотрудник администрации президента в цитатума я теперь везде фразу крылатую национальные домены в рекламе не нуждаются наверно для россии это так национальные домены у нас действительно популярны и их два это домен ru это домен рф кириллический который появился несколько позднее сейчас достаточно актуальная тема изменения законодательства появление закона суверенном рунете и в принципе в нем прописано что с 1 ноября 2019 года создается национальная доменная зона так называемая это не какой-то конкретный домен а этого целый пул доменных имен которые вот к ней относятся и соответственно по-особому к ним предъявляются требования с точки зрения технического обеспечения с точки зрения защиты персональных данных администраторов доменов и сюда прописано вот в эту национальную доменную зону который будет пока еще это все не работает пока это вся подзаконные акты прописываются это домен ru rf это домен с ю который остался нам в общем-то даже не скорее не от советского союза в наследство он никогда не был страновым доменом домен с ю был делегирован в сентябре 90-го года для группы разработчиков юнекс юнексоидов и написано было так для применения на территории ссср то есть это не был в чистом виде страновой домен на сегодняшний день тоже его статус не урегулирован если посмотреть ту таблицу двухбуквенных доменов которые существуют вайкен то там так и написано что страна прочерк раз нет страны то это не совсем уже политики которые применяются в отношении двухбуквенных национальных доменов именно ну и туда же относятся домены наши российские которые управляются как прописано в законе российскими организациями это небезызвестный как раз студии артемий лебедев москва и москву 2014 году именно ваша студия занималась тем что создавала лендинги для запуска этих двух доменов там один лендинг был посвящен аукциону потому что был период предварительной регистрации период регистрации по повышенным ценам то есть такой голландский аукцион от с высоких наоборот к стоимости стандартной регистрации снижалась и обычная страница которая рассказывала все что такое столичные домены почему города создают себе доменные зоны ну и так далее помимо домена москва москву это домен . дети кириллический который создан при поддержке координационного центра и он собственно направлен на то чтобы в домене создавался контент детский по полезный детям и идет ежедневная проверка этого контента если там выясняется обнаруживается какая-то информация которая противоречит миссии домена дети то соответственно такой домен регистратура может аннулировать регистрацию до момента исправления соответственно чтобы был только полезный детям и подросткам контент . рус это еще один домен который создан ну как аналог домена рф тоже кириллический только если рф это считается очень четкой такая привязка идет к российской федерации к россии то рус он создан для всего русскоязычного интернет-сообщества домен татар наоборот это многие считают что домен для республики татарстан это не совсем так он был и заявка была подана и позиционируется как домен для всего татароговорящего сообщества в мире поскольку диаспора очень большая и в нем преимущественно размещаются ресурсы либо на татарском языке либо посвященная история культуре народа и в этом он очень похож на домен . cat который совершенно никакого отношения к кошкам не имеет это домен каталонии другое дело что у каталонского домена когда начались вот эти все истории с демонстрациями с попытками отделиться от испании начались у регистратуры тоже большие проблемы вплоть до того что их обвиняли в пособничестве сепаратизму и что вообще сама доменная зона все сайты которые там находятся в общем в политической деятельности но вроде как удалось накал страстей по крайней мере снять и сейчас это так явно как это происходило вот в самую гущу событий уже не случается но вернемся к нашему домену да то есть домен в свое время в пятнадцатом году преодолел отметку в 5 миллионов но потом в семнадцатом произошло повышение стоимости по совершенно объективным обстоятельствам даже сейчас не буду как бы объяснять все было понятно цена не менялась на протяжении более чем десяти лет и соответственно у регистраторов она постоянно росла а у технического центра который обеспечивает техническую составляющую функционирование доменной зоны и у к ц у нас она не менялась соответственно произошло небольшое изменение и по сути это привело к тому что частично произошло такое оздоровление доменной зоны ну то есть доменные инвесторы которые скупали огромное количество доменов и соответственно основном они их размещали вот вокруг ру есть такая линеечка где расписано сколько для чего для каких целей доменов используется вот на парковке раньше было чутка не до 25 процентов всей доменной зоны ru размещено когда в ней так сказать хозяйничали сквоттеры сейчас за прошедшие три года немножко это все изменилось много сквоттеров почистили свои портфолио то есть они оставили те домены которые более ликвидны у которых есть шанс там быть проданы на вторичном рынке или же который приносит деньги даже просто от того что они размещены на парковке как правило это те слова как мы называем общеупотребимые слова и словаря redirect тоже все понятно redirect это когда одна и та же компания например использовать несколько доменов для переадресации на свой единственный сайт в принципе практика понятная потому что можно зарегистрировать домен совпадающий с товарным знаком там с фирменными наименованием а можно для цели поисковой оптимизации еще и зарегистрировать домены которые рассказывают о направлении деятельности и соответственно и тот и другой домен продвигать приводят они на один ресурс что собственно только увеличивает его аудиторию часть доменов используются только в целях корпоративной почты для нас удивительно такое большое число потому что вроде бы если у тебя есть корпоративный сайт тогда тебе нужна корпоративная почта если у тебя нет сайта то как-то использование отдельно почта немножко странно но тем не менее вот 15 процентов это действительно только для почтовых целей и соответственно более 40 процентов это большие сайты 23 процента в приложении и одностраничные сайты вот вот эта цифра 95 процентов делегированных доменов это одна из самых высоких цифр вообще в мире если посмотреть на все национальные доменные зоны то когда мы рассказываем нашу статистику все говорят вот это процент использования конечно высоченный но действительно домен один из самых старых в этом году 25 лет мы отмечаем и домену и рунету в целом так уж принято для всех мы приготовили подарки сегодня связаны с этой датой но об этом чуть позже а для 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 целей адресации на конкретный сайт только 34 процента и раньше эта цифра была еще ниже то есть домен рф который в следующем году будет отмечать свой только десятилетний юбилей конечно в общем то похвастаться не может такими же данными как и домен ru но тем не менее это выравнивается ситуация и если раньше мы каждый ноябрь а домен был запущен в ноябре видели вот эту яму то есть провал небольшой после было там было 300 тысяч адресов зарегистрировано в первые сутки когда только открылась регистрация доменов этой зоне и потом как какая-то часть из этих вот в ажиотаже зарегистрированных доменов она ежегодно освобождалась сейчас мы видим что в общем да история закончилась там есть небольшое еще падение но она уже вообще не сильно не влияет на статистику доходила в пике до 900 тысяч количество доменов зоне рф но сейчас вот опять же их немножко снизилась но мы видим что и по домену ru и по домену рф с началом этого сезона в общем-то пошла такая динамика опять в сторону увеличения многие спорят и говорят что нельзя оценивать только по количеству доменов да потому что может быть много доменов с квоттерами зарегистрировано или там вообще для каких-нибудь фишинговых целей об этом тоже расскажем то есть в наших национальных доменах ведется большая работа потому чтобы в общем-то домены использовались для того для чего они в первую очередь предназначены для адресации на конкретные ресурсы ну и соответственно мы видим что парковка практически столько же до сколько в домене ru то есть это показатель что уровень сквотинга а по сути парковка этот как раз такой очень хороший показатель уровень что в зоне ru что в зоне рф примерно одинаково объясняется тоже очень просто потому что одни и те же люди один и тот же сегмент рынка регистрируют домены для этих целей и в одной и в другой доменной зоне процент делегированных доменов зоне рф конечно же пониже то есть пока он еще не достигает тех высоченных отметок которые есть зоне ru но тем не менее уже вплотную подошел к 90 процентам это тоже для европейских доменов очень высокий показатель для домена айдиен да то есть записанного символами национальных алфавитов это вообще считается одним из лучших показателей и в принципе мы очень долгое время вот рф был номер один среди один доменов и все удивлялись как же так почему не китай где по идее там иероглифы где население вообще не понимает как писать латинице очень многие да очень многие пользователи испытывают действительно серьезные трудности в отличие от российских пользователей но там тоже объяснялся просто там было очень много разных один доменов было очень много приложений созданных которые позволяли конвертировать написание прям строки браузера с китайских иероглифов на традиционную систему и соответственно китай нас догонял догонял но вот в прошлом году наконец перегнал нас и сейчас номер один среди всех иди эндоменов является конечно же это домены китайские с иероглифами а среди других иди эндоменов номер один это рф но и понятно что он лидер среди кириллических иди эндоменов а их на самом деле уже больше десятка в том числе и национальных номер два это в кириллице . бел у них несколько тысяч регистраций десятков тысяч то есть у них по моему двадцати тысячам подходит да если мне память не ошибает но и дальше идет сербия у них rs это на латинице домен srb кириллический ну и так далее есть свои домены даже в казахстане но там они не пользуются спросом поскольку принято решение на уровне правительства переходе к латинскому алфавиту и соответственно кириллический домен который был ранее запущен он по сути вот ну не то что стагнирует а даже количество доменных имен у него резко убывает какие проблемы есть точки зрения домена rf и пользователи очень часто об этом говорят и постоянно в общем-то пеняют наш адрес по этому поводу то что по-прежнему их не все не всегда корректно отображают всевозможные сервисы начинает смс это было на первом этапе сейчас конечно cms ки научились работать с иди эндоменами и заканчивая почтовыми службами в том числе и крупнейшими мировыми microsoft у себя все поправил не так давно google поправил и сейчас уже можно писать и дост знака собака и после знака собака полностью там кириллические любые другие один символы но кстати наша почтовая система еще не всегда корректно с ними работают и на уровне корпорации кэн это международная корпорация которая отвечает за всю интернет-адресацию ip-адреса и номера автономных систем и домены верхнего уровня там сейчас собственно в стратегии на 2021-25 годы записано что дожать что называется разработчиков дожать производителей по чтобы айден домены были так называемый принцип universal acceptance универсальное принятие было таких доменов наряду с традиционными вот эта задача корпорации на ближайшие пять лет мы естественно поскольку администрируем домены рф всячески это поддерживаем и тоже раз следующий год будет юбилейный для домены рф то будем проводить огромное количество образовательных мероприятий и для студентов профильных вузов там у нас даже создана была кафедра в мтуси по общим принципам информатизации информационной безопасности вот будет включен в базовый курс на этой кафедре отдельный раздел посвященный айден домен это здесь на этом слайде показана общая схема регистрации это сейчас есть три разных уровня до которые отвечают за функционирование национальных доменных имена когда только домен ru появился собственно за него отвечала одна организация российский не развитие общественных сетей по сути это была часть информационно-учислительного комплекса курчатовского института базировался на за большим забором но в 2000 году было принято решение о переходе к распределенной системе регистрации доменов так от роснироса по сути отделился технический центр интернет он был на базе него создан и первый регистратор первый регистратор это ru центр ник точка ру поэтому и домен ник точка ру как правило вот этот и найси network information center это домен регистратуры во многих странах в россии это не совсем так в россии это получилось так что это домен одного из крупнейших регистраторов но тем не менее как мы перешли к этой модели она характерна для большинства европейских доменных зон она характерна для американского континента хотя есть даже например новой зеландии где таких вот скажем так крупных блока четыре то есть там помимо того что есть регистратура да это организация которая вот у нас разрабатывает политику координационный центр кредитовый от регистраторов работает как вышестоящие организации над регистраторами взаимодействует с правоохранительными органами и так далее так далее там еще есть отдельная надстройка такая совет который занимается только именно определением политики и он состоит из общественных организаций то есть такая вот очень демократичная структура так называемый мульти стейкхолдерная модель модель управления национальным доменом с учетом интереса всех заинтересованных сторон в каце по сути тоже эта модель реализована она реализована тем что у нас учредители представляют такую пеструю картину у нас есть учредители которые техническое сообщество представляют и в том числе самая первая регистратура это рус не роз он тоже является учредителем координационного центра и те кто представляет бизнес это ну скажем так ассоциация документальной электросвязи такая полу техническая полу бизнесовая есть институт развития интернета в 2015 году они вошли вместе с минком связи и вот до настоящего времени государство представляет минком связи в составе учредителей каце с 1 ноября принят новый закон которым уже говорилось о суверенном интернете по идее закон предусматривает что государственную политику в области регистрации национальных доменов теперь определяет роскомнадзор пока они еще не вошли официально в состав учредителей но мы ждем что до конца года это произойдет что будет по всей вероятности издано распоряжение правительства которое делегирует представителей роскомнадзора уже высший орган управления технический центр два года назад это было сначала акционерное общество на 75 процентов она подчинялась контролировалась координационным центром на 25 процентов регистратуры домена изю фондом развития интернет в два года назад было принято решение о том что надо больше контроль со стороны государства почему потому что нужно обеспечивать вот эту самую информационную безопасность доменной индустрии и на основании этого домены на техническую поддержку были переданы в новый технический центр интернет название сохранилось только теперь не ау а о 100 процентное дочернее подразделение пау ростелеком со всеми со всеми уже элементами там безопасности и так далее ну и наконец регистраторы это те организации которые работают непосредственно с пользователями с клиентами как правило это компании предоставляющие сразу много разных услуг и хостинг и парковка тоже доменов и cms и все остальное реже кстати говоря дизайн то есть я не помню чтобы у нас были веб-студии которые получили все таки статус кредитованного регистратора основном хостинг провайдеров последнее время получают но тем не менее тройка ведущих регистраторов она контролирует 80 процентов всего рынка это с учетом того что уже были слияния поглощения то есть когда-то там были крупнейший регистратор отдельный ru-center r01 регру в веб-неймс до минус там и так далее то есть сейчас произошли слияния на рынке в общем-то номер один регру по количеству обслуживаемых доменов номер 2 ru-center и дальше уже с таким серьезным разрывом идут остальные есть середнячки старые регистраторы уже сформировавшие свою клиентскую базу и там последний что называется где-то 20 компаний они вот только недавно вышли либо они хостеры которые со своей базой работают им просто невыгодно работать через регистраторов им удобнее было обслуживать клиентов напрямую и некоторые из них пользуются так называемым виртуальным регистратором тци программное обеспечение которое даже позволяет не писать собственного собственную базу работать вот через тци просто предоставляя услугу обычным пользователям но здесь еще один элемент пропущен на самом деле не всегда регистраторы имеют прямые договора с клиентом очень часто за них это делают реселлеры то есть как раз веб-студии маленькие патентные поверенные которые в большом количестве регистрируют товарные знаки соответственно они предлагают своим клиентам тут же услугах сопровождающуюся да это регистрация домена вообще защита имени в интернете и соответственно они имеют с регистратором партнерский договор по своим тарифам работают и об этом еще поговорим как правильно такие договоры с точки зрения клиента должны быть заключены ну собственно понятно что как вы корабль назовете так он и поплывет все то же самое относится и к домену то есть хороший сайт начинается с понятного удобоваримого домена который легко запомнить который можно однозначно воспринять на слух когда кто-то что-то рассказывает и кто бы что не говорил там что со временем вообще домены будут не нужны системы доменных имен в общем она как бы уже свой пик эволюции прошла до в будущем пользователи об этом задумываться не будут будут все через браузер искать пока что домен все равно это один из основных таких маркетинговых инструментов когда мы говорим о продвижении какого-то сайт ну и соответственно есть хуис сервис к нему есть требования которые сформулированы на уровне айкэн международной организации который определяет политику и соответственно все регистратуры всех доменов мира они определенный набор данных выдают если раньше можно было посмотреть любые сведения о любом администраторе домена то сейчас практически везде приняты законы либо как у нас и защите перс данных либо европейский gdpr который по сути делает недоступным сведения о владельце домена если это физическое лицо если эта организация то мы сейчас это увидим либо на сайте регистратуры либо на сайте технического центра либо на сайте аккредитованных регистраторов то есть мы можем проверить любой домены посмотреть если мы видим что это физлицо там будет написано private person соответственно если это адвокаты если это какие-то правообладатели или еще какая-то организация которая считает что ее права нарушена и она хочет обращаться в суд они имеют право составить адвокатский запрос направить его регистратору домена и соответственно регистратор тогда по адвокатскому запросу предоставляет сведения физлице а просто так уже с улицы любой человек получить такую информацию не может адвокат в соответствии с законом адвокатуре у нас является ответственным за сохранение сведений полученных персональных данных в тайне дает и может иметь пользоваться только для тех целей для которых эти сведения запрашивает но важно предупредить что очень много хуис сервисов так называемые до которые созданы мошенниками в целях как раз таки определение заранее заблаговременного выяснения интереса к тому или иному обозначению то есть они размещают такие страницы раньше это было конечно более распространено сейчас меньше но тем не менее все еще случается когда мошенник смотрят какой домен и ищут свободен он не свободен моментально проверяет с помощью правильного хуиза до настоящего реального свободно это доменными или нет и регистрирует его на себя для того чтобы тому кто потом его искал уже его продавать естественно по другой цене все такие случаи когда мы с этим сталкиваемся мы стараемся блокировать но интернет есть интернет блокировки занимают время их надо выявить и так далее а хуиз сервис в общем поэтому рекомендуем пользоваться только проверенными на сайтах тех организаций которые к этому имеют отношение так кстати проверить перечень является вообще организация аккредитованным регистратором или нет тоже очень просто на сайте cctld.ru the country code top level domain да есть вся информация при том с контактами с ссылками на сайты реальных аккредитованных российских регистраторов доменов теперь поговорим о том что бывает такое что домен занят да вот вы вроде зашли проверили домен занят не надо расстраиваться то что как мы помните там 15 процентов идет парковка где-то редирект от части доменов их текущий администратор ну по простому владелец готов отказаться то есть он вроде как у многих вообще домены были зарегистрированы давно и они знаете как чемодан без ручки вроде как тянут эту ношу да но в принципе он уже особо то и не нужен а если вам он действительно очень нужен ли вашим клиентам он очень нужен нет ничего сложного чтобы взять и связаться с этим администратором домена если вы не видите в хуизе кто он да если это физическое лицо то всегда у регистратора такого домена то есть не у каждого не в каждом хуизе тогда надо зайти в хуиз сервис конкретного регистратора то что регистратор прописан будет и там есть форма связи с владельцем домена и через эту форму обратной связи можно написать письмо и ну очень часто есть отклик другое дело что да то может быть цена какая-то предложена другая компенсировать затраты за 10 лет или же продать по коммерческой какой-то стоимости которую они только сами определяют как определить справедливую цену здесь пока мы рекомендации такие дать не можем мы изучили внимательно зарубежный опыт мы посмотрели как работают сервисы автоматизированной оценки доменных имен и попросили разработать одну из наших ведущих там консалтинговых компаний методику оценки доменов пока обычно домена оценивались только вместе с сайтами вот как в комплексе как бизнес или же как сайт там есть элемент оценка домена но мы попросили отдельно разработать методику оценки доменного имени и зарегистрировать ее как официально ну то есть есть понятие когда вот методика просто разработана есть когда она является уже официально признанной и соответственно как только она будет зарегистрирована мы ее доведем до сведений всему рынку и аккредитованы регистраторы и возможно появится уже такие сервисы с помощью которых можно будет узнать действительно цена домена справедливо или не очень но это в будущем в принципе можно вы проверили зоне ru занят можно зарегистрировать любой другой доменной зоне рф конечно мы рекомендуем рф в первую очередь но не всегда рф подходит есть москва и москва для московских целей вот буквально там сегодня была пресс-конференция анонсирующая неделю российского интернета russian интернет вик домен уже давным-давно переехал не было его свободного в зоне ru там было очень длинное название но так и было а когда появился домен москву поскольку москва является местом проведения недели то они сделали риф . москву и сейчас этот домен уже достаточно известен уже сам по себе является определенным брендом а прошло то всего четыре года с этого момента переезда с одного домена на другой ну и в конце концов есть другие зоны есть даже кириллические доменные зоны которые не являются российскими но тем не менее они очень часто могут подходить по сути проекта ну там в частности онлайн на кириллице и ряд других то здесь было когда-то очень мало было самого начала когда появилась система адресация в 80-е годы прошлого столетия это было восемь доменов верхнего уровня комнат торг самый известный из них дошедший до наших дней потом появились двухбуквенные национальные которых сегодня больше 250 а потом начали появляться новые домена сначала были там museum инфа без да и так далее а сейчас уже их полторы тысячи доменных зон 1200 там новых да вот 250 национальных ну почти полторы тысячи доменных зон и выбор конечно велик но опять же клиенты когда видят национальный домен они сразу понимать что это российская компания российский проект российский ресурс и уровень доверия к национальным доменам по-прежнему высокий что не может конечно нас не радует и еще одна такая деталь очень важная домена который например содержит себе дефисы конечно пользователи если они увидели этот домен напечатаны где-то они скорее всего наберут и вот так как они увидели но если имя сложное и предполагает что можно напечатать дефисы можно там во множественном числе кстати бывает или единственном числе то лучше зарегистрировать этот и другой домен один из них сделать основным а другой сделать редиректом тогда вы гарантированно не потеряете аудиторию который по ошибке может вот на слух восприняв или даже увидев но неправильно некорректно запомнив зайти на вот так называемый ошибочный тайп сквотерский домен во первых пользователям будет удобно да даже если они ошиблись они все равно попадут на ваш ресурс а во вторых злоумышленники не смогут этим воспользоваться и не будут часть вашего трафика жрать как это иногда кстати бывает это правило регистрации которые мы даем нашим клиентам прямым пользователям что нужно регистрировать домены на компанию почему это важно очень часто мы сталкивались с ситуацией когда привозят курьер допустим пакет документов в офис регистратора и оказывается что там игры юл просроченный до выписка который подтверждает полномочий директор который заключает договор или еще что-то такое курьер у него же задача домен зарегистрировать или это сисадмин кстати бывает который тоже также приезжает он звонит руководитель и говорит вот так и так вот здесь комплекте документов есть ошибка там для документа не достает еще чего-то что делает руководитель а домен то нужен проект уже вот-вот надо запускать время поджимает он говорит слушай ну у тебя паспорт собой собой ну давай регистрируем себя потом переоформим право собственности право администрирования доменного имени как правило это потом не наступает но то есть все проект запускается все довольны и курьеры сисадмины не знаю кто еще который приехал в интересах фирмы регистрировать это доменное имя забыл напрочь вообще о том что он когда-то это сделал но вдруг какой-то момент они там расстались с владельцем бизнеса он увольняется хорошо если он увольняется ну скажем так по-доброму да и там потом вспомнили что о а домен же еще и допустим путем переговоров убеждают он пишет заявление в компании регистраторе соответственно домен передается организация а если они расстались и скандалом то как правило уже просто так такой доменными получить обратно нельзя поэтому то номер один конечно регистрируйте сразу домен на компанию иногда заказчики это требует по поводу веб-студии здесь тоже в студии есть два варианта первый вариант когда она допустим оказывает комплексные услуги и заказчик клиент вообще не хочет думать о своем проекте в интернете он говорит вот давайте вы занимаетесь им начиная от дизайна там заканчивая продвижением и компания может прям в договоре прописать что домен она регистрирует в интересах клиента и обязуется продлевать регистрацию доменного имени либо все-таки зарегистрировать на клиента но тогда надо отслеживать чтобы клиент не забывал продлить регистрацию то что это самая частая история забыл продлить регистрацию вовремя не опомнился хотя 30 дней дается до такого преимущественного период преимущественного продления домена но вот этот важный момент чтобы не не потерять домен который в который уже было вложено много денег много сил средств который стал популярен у клиентов и вдруг вот из-за того что не продлили с этим часто сталкиваются госорганы у которых очень сложный бюджетный процесс которые не могут авансировать ничего до который платит только по факту оказания услуг регистраторы знают таких клиентов у них разработаны отдельные формы договоров на оказание услуг регистрации доменов и сопутствующих услуг но тем не менее вот счета в казначейство потом пришли они там пролежали какое-то время совет один в таких случаях у нас есть либо регистраторы которые идут навстречу клиенту и предоставляет кредит но понимая что там через две недели через месяц придет все-таки платеж за продление регистрации имени либо же пойти в банкомат что называется положить свои личные деньги на продление домена а потом как-то это компенсировать но это вот для тех у кого действительно такие проблемы сталкиваются что вот они понимают что сейчас сайт перестанет работать а бухгалтерия работает по каким-то своим правилам и есть совершенно это не интересно такие случаи тоже бывают вот тут мы такие рекомендации даем а классический пример когда вообще есть нас хрестоматийный я его называю пример когда компания готовилась к выходу на рынок они напечатали полиграфию они оформили выставочный стенд была большая выставка в москве отдел маркетинга запланировал регистрацию домена и они все это уже привозят на выставку идет застройка накануне вечером соседние стенд конкуренты которые видят о их конкуренты приехали с новой линейкой с новым продуктом уже даже вот домен напечатал они заходят в интернет посмотреть что там за сайт сайта нет они заходят в сервис смотрят домен свободен что сделал адекватный конкурент конечно на этот домен зарегистрировал на себя то есть было потрачено столько сил и средств пустую я уж не знаю какие были сделаны орг выводы руководством этой компании но пример такой имеется и в принципе это часто бывает что почему-то думать что кому такой домен нужен идеи витают в воздухе и вот то что он сейчас был не нужен это не значит что через два часа кто-то на другом конце страны может быть и мира в доменах ru.rf открытая регистрация никаких ограничений нет этот домен не зарегистрирует про продление доменов еще один хрестоматийный пример при том казалось бы издательский дом коммерсант у них известный домен коммерсант .ру но у них есть и домены в других доменных зонах в частности коммерсант .com не так давно это было еще десяти лет не прошло как в какой-то момент оказалось что коммерсант ком не только уже не ведет на не редиректит на коммерсантру а вообще принадлежит другому владельцу выяснилось что поскольку это был редирект то никто в самом издательском доме не заметил что срок регистрации домена в зоне ком прошел и стек никто не продлил даже в период преимущественного права и соответственно домен был аннулирован стал до свободен доступен для регистрации любым желающим и был перехвачен профессиональным сквотером западным только профессиональная работа юристов позволила доказать в арбитражном центре ваис потому что это доменком это своя процедура юдрп так называемая вопросы о принадлежности доменного имени рассматриваются в упрощенном порядке то есть есть арбитражно-посреднический центр один из них расположен ваис всемирной организации интеллектуальной собственности штаб-квартира в женеве арбитраж заочный то есть даже лично приезжать не надо достаточно составить грамотно документы и отправляет что истец что ответчик они эти документы отправляют по почте ну и соответственно юристы конечно коммерсанта поработали на славу им удалось убедить что регистрация была сделана в недобросовестных целях а там есть такая конструкция юридическая регистрация недобросовестных целях подтвердили они это тем что были письма по электронной почте прислана где было написано от нового владельца что готов уступить его там по сходной цене но там конкретные суммы были указаны что для арбитров организации являлось подтверждением недобросовестности намерений нового администратора домена соответственно домен вернули но не было бы никаких проблем не было бы этого судебного спора если бы просто служба соответствующая позаботилась о там не знаю автоматическом напоминание по идее у нас каждый регистратор даже четко прописано должен не менее четырех уведомлений клиенту направить в доминиру это прям прописано иногда не в последнюю неделю каждый день отправляют уведомления но могла поменяться почта или какие-то проблемы или письма от регистратора попадают спам такое тоже случается поэтому здесь вот очень важно отслеживать вот эти моменты чтобы был контакт с регистратором постоянный более того от регистратора могут приходить уведомление о том что кто-то считает что вы нарушаете права его там с требованием удалить какой-то контент незаконный там призывы экстремистского содержания то может роскомнадзор прислать кстати говоря вы ничего не получили вы не узнали потом будет ресурс заблокирован то есть это проще избежать на этапе так сказать до судебного но в данном случае если роскомнадзор блокирует это и надо внесудебный порядок но тем не менее до самой блокировки ресурса по тем или иным основаниям чем потом выяснять почему же он был заблокирован ну и последний пример не регистрировать домена совпадающие не пример вернее а рецепт такой до успеха не регистрировать домена совпадающие с чужими товарными знаками он понятен потому что чтобы мы не говорили несмотря на то что там в четвертой части гражданского кодекса есть понятие товарный знак и доменное имя они неравнозначны и в частности у нас вот будет еще наверное там слайд в котором будет прописано что конечно вес товарного знака он больше чем доменного имени чаще всего суды встают на сторону правообладателей но об этом мы еще поговорим еще один важный момент это ответственность администраторов доменов владельцев сайтов до в силу российского законодательства считается что все что размещено на таком-то сайте под таким-то доменным имени за это отвечает владелец домена более того если речь идет о каком-то интернет-проекте который получает госконтракт или участвует каком-то конкурсе там гранты президентские когда выделяются единственным документом подтверждающим принадлежность сайта действительно вам это является справка от регистратора о принадлежности доменного имени который выдаются на такой-то момент где указывается срок регистрации домена поэтому собственно говоря логично что будь то гражданские лица которые считают что права нарушены будь то правоохранители когда что-то происходит с сайтом в первую очередь они обращаются к владельцу домена до дальше владелец домена может показать договор о том что он передал право под этим доменом разместить информационный ресурс кому-то другому что у него есть редакция что там есть главный редактор который за это отвечает это уже будет дальше но в первую очередь придут к владельцу домена и спросит с него поэтому конечно важно знать любому администратору домена какая информация не должна размещаться собственно она здесь вся поименована этой порнографии детская порнография в первую очередь да потому что по поводу обычной порнографии были споры были попытки запретить просто порнографии но потом было сказано что а нет четких критериев б собственно говоря непонятно почему должен быть такой запрет поэтому когда говорят о блокировке сайтов с порнографическим контентом речь идет только контенте с изображением порнографическим несовершеннолетних дальше наркотики сейчас вот уже идет законопроект разрабатывается о том чтобы даже призывы пропаганда употребления наркотиков тоже каралась но пока на данный момент действует ограничение которое позволяет роскомнадзору блокировать в досудебном порядке доменные имена под которыми размещены сайты с предлагающие до к продаже наркотические средства ну либо рассказывающий как их производить там уже роскомнадзор собственно сам по своим методичкам что называется смотрит относится тот или иной ресурс стали на информации к запрещенной попадает под действие этого закона или нет ну и соответственно о суициде это тоже была целая история когда сначала закон принимался и разрабатывались критерии отнесения информации противоправной были совещания в том числе роспотребнадзор именно это этот орган отвечает за скажем так информацию противоречащую развитию детей вот как раз про суициды там получалось так что ты иди там убейся об стену или отравись там печенька печенька это все уже получается призыв к совершению суицидальных действий удалось добиться того чтобы все-таки это было с анализом контента с учетом того контента где употребляются эти фразы и соответственно если это какая-то история связана там шутливым употреблением ну или нельзя рассматривать такие фразы как прямые призывы к действию то соответственно конечно такие ресурсы не блокируются есть помимо этого есть ряд других оснований в принципе они по моему постоянно пополняются онлайн казино у нас уже запретили роскомнадзор и блокирует тоже до судебного порядка внесудебные так называемые да и так далее и еще интересный момент с экстремистской информации экстремизм тут по нескольким каналам сразу может быть заблокировано во первых судебное решение судебное решение может быть о чем угодно и тогда его исполняет тоже роскомнадзор который блокирует такой ресурс дальше есть у генеральной прокуратуры полномочия у генпрокурора его заместителей тот или иной контент признать экстремистским и направить регистратором хостинг провайдером а если они не предпримут меры в отношении блокировки такого ресурса тоже оператором связи о блокировке такого контента но мы не будем все не вдаваться в подробности блокировок тема такая большая как это происходит просто да то есть жалобы в досудебной блокировки до имеется ввиду роскомнадзора жалоба туда поступает роскомнадзор связывается 1 с хостинг провайдером а хостинг уже провайдер уже как раз клиентом если у него налажен контакт или же это может быть регистратор потому что не всегда не обращается костинг провайдера иногда они идут сразу напрямую к регистратору домена на это дается сутки чтобы владелец ресурса информационного удалил тот контент который посчитали противоправным либо же либо же обжаловал в суде это решение то есть владельца в принципе есть возможность не согласиться с высказанной претензией и обжаловать суде но на моей практике такого пока еще не было то есть как правило если роскомнадзор уже обращается то такой ресурс блокируется и он не пытается сказать что там он ничего не нарушил в американской практике все по-другому там например соединенных штатах действительно сначала просто уведомляется владелец ресурса и дальше уже если он с этим не согласен его напрямую связывать с тем кто подал жалобы и они идут в суд разбираться кто прав кто виноват без участия так называемых информационных посредников но у нас тоже если клиент согласился да хостинг провайдер или регистратор с тем что у него на сайте есть контент который подпадает под критерии противоправного и удаляет его добровольно тот никаких блокировок не случается более того блокировка снимается если даже после блокировки владелец предпринял все необходимые меры устранил такой убрал сайт такой контент и сообщил об этом роскомнадзор то тоже возобновляется другое дело что если здесь у нас прописан четко пункт 2 пункт 3 сроки давка во время которых блокируется тот или иной ресурс то вот пункт 6 не регламентированы ничем это конечно нет некий дисбаланс вот то что я уже говорил по поводу регистрации доменов совпадающих с чужими товарными знаками здесь не только товарные знаки здесь есть и наименование мест происхождения товаров таких просто случаев совсем мало у нас самих наименований мест зарегистрировано роспатентом очень мало но это имеется влагодское масло там гжель вот что то еще там где потребительские свойства товара напрямую связаны с территорией где этот товар производится почему это важный момент потому что у правообладателя есть возможность не только запретить вам использовать домен да но еще потом получить его в приоритетном порядке но еще и взыскать сумму компенсации до 5 миллионов рублей по действующему законодательству поэтому здесь вот лучше что называется с огнем не играть примеров таких масса более того есть и негативные примеры когда так называемый обратный захват домена происходит есть хороший ресурс узнаваемый он работает на домене много-много лет у него большая аудитория но свой домен в качестве товарного знака бизнес не зарегистрировал и приходили дельцы которые регистрировали домен при том по классу товаров и услуг по которым собственно говоря проект занимался и обращались суд с требованием материальной компенсации ну и да конечно там через запятую писали а также аннулирование доменного имени и так далее за аннулированным доменным именем не они не приходили им была нужна только компенсация которую можно было получить слава богу что суд по интеллектуальным правам который вот был не так давно уже кстати много времени прошло выделен в отдельную инстанцию из высшего арбитражного суда у него очень сильная компетенция в разрешение доменных споров споров связанных с интеллектуальной собственностью они увидели вот это злонамеренное использование права да и соответственно сделали хорошее разъяснение которые не позволяют сейчас злоумышленникам скажем так использовать вот эту лазейку как и самим не попасться то есть конечно мы сейчас даже на сайте вот мы вместе с онлайн патентом можно этой на сайте нашего координационного центра вот ссылка есть проверить то или иное обозначение она уже зарегистрирована в качестве товарного знака или нет безусловно слова и словаря будут зарегистрированы в качестве товарного знака но их 45 классов товаров и услуг а домен один поэтому можно использовать домен созвучный с чужим товарным знаком если вы это за гражданском кодексе написано да если вы не использовать его в отношении тех же однородных так называемых товаров и услуг ну то есть автомастерская допустим и парикмахерская вот если есть товарный знак для автомастерской то конечно такой домен регистрировать уже не стоит но если вы такой домен хотите зарегистрировать использовать вот для парикмахерской то никаких проблем ограничений действующее законодательство не несет ну соответственно откуда мы берем сведения да о товарных знаках это из базы роспатентовской фипс федеральный институт промышленной собственности это их роспатентовский подвет который занимается как раз введением реестр товарных знаков не всегда можно проверить все товарные знаки потому что есть словесные товарные знаки есть комбинированные когда там есть изобразительный элемент и какое-то слово а есть исключительно графический товарный знак вам дизайнерам это должно быть хорошо известно вот если в графическом товарном знаке может быть прочитано какое-то слово но она не является его словесным элементом то в базе вот в этой он не Потому что база выдаст только словесные элементы, либо полностью товарный знак словесный, либо словесную часть комбинированного товарного знака. Но это уже такие детали, нюансы, которые редко на практике случаются. Если совпадений нет, тогда можно смело регистрировать такой домен, и желательно, если это бизнес, тут же подать на регистрацию товарного знака в отношении того класса или тех нескольких классов товаров и услуг, для которых ваш бизнес в интернете открывается. Тогда это и защита от будущего возможного обратного захвата доменов, и в принципе очень хорошая такая репутационная история. Сейчас идут большие споры по поводу рейтинга интернет-магазинов. Слишком много фальшивых интернет-магазинов, слишком много интернет-магазинов, которые, пусть они даже не фальшивые, пусть они не мошеннические, но у них очень низкая репутация. И вот думают как раз критерии, как рейтинговать, может, интернет-магазин. Один из них является, кому принадлежит домен. Вот если это какое-то ООО, и в хуис-сервисе написано, что именно этот домен, под которым интернет-магазин торгует, принадлежит этому ООО. А еще у этого ООО есть товарный знак, зарегистрированный, да, вот именно с названием компании на них. Тогда это будут, ну это не только эти критерии, но эти критерии позволят поднять его в рейтинге и, соответственно, повысить степень доверия пользователя к такому ресурсу. В принципе, справедливо, потому что понятно, что если организация заботится о защите своей интеллектуальной собственности, регистрирует там домены, товарные знаки, все делает это корректно и правильно, пользователь это может увидеть, то, наверное, доверие к такой организации, соответственно, к сайту такой организации должно расти. Ну, здесь инструкция при доменных спорах, да, то есть очень часто путают споры доменов и споры контентные. Спор о домене – это как раз кому должен принадлежать домен. То есть если в товарном знаке, если в доменном имени уже содержится товарный знак, то есть это не нарушает там сайт права, да, а сам домен, само право администрирования. Пример – mercedes.ru, kamaz.ru, lada.ru – это все примеры доменных споров между нашими или не нашими автопроизводителями и нашими киберсквоттерами. Mercedes.ru – это тоже хрестоматийный пример. То есть когда только еще законодательство создавалось, когда только эти нормы о том, что домен является нарушающим права правообладателя, в том случае, если он тождественен или сходен до степени смешения и используется в отношении однородных товаров и услуг, эта норма сначала появилась в федеральном законе о товарных знаках. Это был 2002 год, который, собственно говоря, до 2008-го содержалась норма в том законе, в 2008-м все перекочевало в четвертую часть Гражданского кодекса, регулирующую интеллектуальную собственность. Так вот, что позволило в свое время Mercedes отсудить домен в зоне.ru? Киберсквоттер был достаточно такой, знаете, профессиональный. Он уже знал, как нужно не попасться на удочку там и так далее, и, в общем-то, старался не размещать никакой контент под этим доменным именем, чтобы его не обвинили в попытке зарабатывания денег или еще что-то. Но потом жадность все-таки фраера сгубила, что называется, и он разместил каталог, одним из разделов которого был автомобиль. Юристы, увидев, что все-таки появился какой-то контент, пошли к нотариусу, сделали нотариально заверенную распечатку контента. Есть у нотариусов не все, но большинство нотариусов уже делают вот этот отдельный вид нотариальных действий. Это заверение содержания страниц интернет-сайта. Они пошли это все, заверили, обратились в суд, сказали, вот стопроцентное совпадение, потому что ру обозначение домена в сторонку, что называется, отставляют и смотрят просто на то, что называется домен второго уровня, на эту часть. Мерседес, товарный знак Мерседес, автомобили, вот категория в каталоге автомобиля. Суд, при том это был даже не суд арбитражный, у которых они сталкиваются с подобными историями, это был обычный дубнинский городской суд Московской области, город Дубна. Он вынес совершенно правильное решение с точки зрения гражданского кодекса, а тогда это, по-моему, даже еще был не гражданский кодекс, а закон о товарных знаках, и таким образом регистрация домена была аннулирована, а автопроизводитель получил доступ. К приоритетной регистрации зарегистрировал на себя. Ну, про обратную связь мы уже говорили хуи-сервиса, то есть всегда можно установить и проверить, да, если вы с другой стороны баррикад, что называется. Можно, когда вам кажется, что ваши права, как там, допустим, правообладателя нарушены, и вы хотите запретить администратору домена, чтобы он там бегал от вас, а такое было раньше, то есть, знаете, как там в суд подают на администратора домена, а он передает там бабушке своей домен у регистратора, там бабушка потом дочке своей, ну и так далее. То есть, а суд только начинает, а уже ненадлежащий ответчик. Там опять вроде поменяли, опять ненадлежащий ответчик. Вот чтобы не бегал ответчик от истца, соответственно, есть так называемые досудебные ограничения на действие с доменным именем. Достаточно сообщить регистратору домен о том, что вы подаете, обращаетесь в суд, или даже планируете за две недели, то есть больше нельзя. То есть, если к регистратору обратились и сказали, что вы будете судиться, то регистратор в системе, в базе данных специально ставит галочку, и, соответственно, с таким доменом такой домен уже передаваться не может до окончания разрешения судебного спора. Ну и, соответственно, само судебное урегулирование раньше могло занять несколько лет. Первые доменные споры действительно рассматривались очень долго. Бедный КАМАЗ, который вообще попал на эту историю еще до 2002 года, они в 2000 году попытались начать домен свой забрать у сквотера, а тогда еще не было никакого закона. Они пытались и через законодательство о недобросовестной рекламе, и о недобросовестной конкуренции, но не получалось. И пока они прошли, в общем, пять лет они, по-моему, судились с киберсквотером, чтобы все-таки КАМАЗ.ру перешел нашему гиганту. Вот это то, что я говорил. То есть право на товарный знак, в общем-то, у нас является абсолютным. И, конечно, чаще всего в доменных спорах интересы правообладателей, они над интересами администраторов доменов, в общем-то, берут свое. Однако же очень часто администраторы доменов все-таки могут доказать, что они не нарушают правообладателей и оставить свой домен за собой. Но, тем не менее, товарный знак, в общем-то, выше. Очень коротко еще в одном расскажу явление в нашей доменной истории. То есть помимо вот то, что Роскомнадзор блокирует на основании законодательства, у нас есть еще институт компетентных организаций, с 2012 года он действует, который позволяет на основе принципов саморегулирования блокировать, разделегировать домены, снимать домены с делегирования, те, которые нарушают какие права? В первую очередь, с которых фишинговые атаки происходят, с которых происходит распространение вредоносного программного обеспечения или которые задействованы в управлении бот-нет-сетями. То есть вот эти три вида противоправного такого контента, который и четко под действующее законодательство не попадает, потому что фишинг как таковой у нас не описан. Где-то там частично его можно к мошенничеству применить, но мы-то знаем, что это такое, и, соответственно, есть здесь и государственные организации среди этой десятки. Ну, так вот, если посмотреть, это Банк России, Финцерт, который в 2015 году появился, а в 2016-м стал компетентной организацией. НКЦК, и это бывший ГОФЦЕРТ, в этом году он стал, и, соответственно, у нас есть Роскомнадзор, который тоже работает как компетентная организация и блокирует на основании обращений на свою горячую линию по тем видам противоправного контента, для которых этот механизм работает. Есть и коммерческие структуры, там Бизон — это структурное подразделение Сбербанка, Группа ИБИ — это одна из старейших организаций, которая работает в сфере информационной безопасности. Ко всем к ним можно обращаться, если вы видите случаи фишинга, там Доктор Веб и Касперский, они, конечно, специализируются только на вредоносах. Как только они их видят, зловреды, они пишут нашим регистраторам, и, соответственно, такие домены блокируются. Дальше, если домен, что называется, исключается из распространения вредоносного ПО, то делегирование его восстанавливается. Ну, это, собственно говоря, просто рассказывается основание для такой работы, и, соответственно, те виды, о которых я уже сказал, противоправного контента, для которых этот механизм создан. Ну, и здесь вот процесс обработки обращения, он достаточно... Схема такая вроде сложная, запутанная, но, в принципе, все очень просто. То есть пользователь обращается в компетентную организацию, уже эксперты компетентной организации анализируют саму суть обращения и пишут регистратору. Более того, регистратор вправе, вправе, но не обязан такие домены блокировать, поскольку у регистраторов есть свои юристы. У нас есть случаи, когда они не соглашались с мнением экспертов, и вот эта система, она достаточно сбалансированная, то есть она работает именно как механизм саморегулирования, то есть опирается только на основании тех соглашений, меморандумов, которые подписаны между всеми участниками рынка регистрации доменов и компетентными организациями. И это все привело к тому, что у нас нет ни одного обжалования, вот с 2012 года работает этот механизм, ни одного обжалования такой блокировки доменов. То есть, в принципе, эксперты и юристы-регистраторов срабатывают достаточно четко. Так, здесь, к сожалению, не показана диаграмма, но на самом деле больше половины обращений касается как раз, конечно, фишингов. Это абсолютный лидер в обработке таких обращений на сегодняшний день является Финцерт Центробанка. И еще один проект у нас есть, Нинтаскоп. В него включены все крупнейшие наши российские компании. Это Яндекс, Эмейл, Касперский, Доктор Веб и так далее, которые анализируют домены. И если какой-то домен был замечен в противоправной деятельности, то дальше будет обращено внимание на все домены, которые принадлежат тому владельцу доменного имени, который был замечен. Если его домен один раз был замечен, то его проанализируют уже весь. То есть там есть свои нюансы. По такому же принципу сегодня уже начинает работать проект ICAN для других доменных зон. Но ICAN как раз анализирует в основном NewGTLD домены, это домены, которые созданы начиная с 2012 года, новые для доменов национальных. Это такая уникальная достаточно инициатива, на которую сейчас смотрят и другие регистраторы национальных доменов. Я думаю, что нашу практику будут в ближайшее время перенимать. Ну, собственно, это вот все, что хотелось мне рассказать про домены. Я надеюсь, что эта информация была вам полезной и готов ответить на все вопросы, если они есть.